всем приветики сегодня у нас 3 декабря у моего свинки сынки поросенки день рождения моего андрюшки я уже его написала сообщение вконтакте но я проснулась тогда когда он уже лег спать потому что он был с ночи на работе и я говорила во вчерашнем видео но кто не знает и скажу и сегодняшнем я вчера спала очень мало наверное часа три встала рано к 7 утра на работу приехала с работы и меня как приспичило мне надо было снять одно видео видео в поддержку зоопарка тайгана и хотела спорить клевету товарища соболева это такой крупный блогер я раньше про него не знала и когда мне сын сбросил ссылочку на видео где он поливает грязью тайган я посмотрела во первых там одни маты мат на мать и матом погоняет и специально вставляет маты в видео когда матерятся другие люди короче жесть не люблю такие каналы вот и не смотрела смотреть не буду и значит что я посмотрела это видео и у меня она не выходила с головы и я решила что надо снять опровержение потому что люди ставят лайки люди смотрят люди поддерживают эту ересь у меня на канале елена и зверята было уже два видео про тайган и вот это вот третья и сегодня буду монтировать 4 потому что вчера монтировала долго это все как бы трудоемкое видео считается монтировал долго и сняла только половинку и выложила на канале когда я ложилась спать перед сном посмотрела там было у меня почти 200 около 200 просмотров и люди начали активно смотреть и комментировать но я уже без сил была практически пошла спать утром стало у меня уже на канале на том на елена и зверята больше четырех тысяч просмотров это то есть за вечер и за утро посмотрели и прибавилось больше 100 подписчиков на тот канал и даже на этот канал прибавилось около 10 человек чему я очень рада люди смотрят люди комментируют люди поддерживают соболева никто может быть я не все прочитала вернее не все прочитал там очень много комментариев очень много ссылочки на все видео я оставлю внизу в описании зайдите посмотрите почитайте вот но я не дошла ни до одного комментария кто сказал лена ты дура хотя такие по-любому есть потому что мы люди разные что делать куда деваться вот меня таких пока не нашла читать пока было некогда и сегодня я поеду к родителям поеду по делам надо андрюшки посмотреть подарок поеду на она северная нагорная и потом вечером приеду со всех своих дел можно на работу к часу дня никто мне не будет мешать и сниму вторую часть опровержения вот этого вот видео вот этого вот товарища соболева ты чё там завез а я каши варю вчера вечером не было воды что там опять ремонтировали внизу у соседей здесь у меня треска под маринадом здесь варю макарошки давно уже не варила там у меня овощной рагу ночью шел снежок и и вот этот вот крайний сугроб который вы видите это моя машина 5 замело как дын дын ай ой но сейчас будем чиститься чуть не упала ай сим сим откройся и как снежном домике прям ну чё будем пытаться выезжать с богом спасибо господи помог выехали еду сначала сейчас магазин вернее в аптеку папа попросил лекарства купить там где он заказал что-то его там накололи ли долго ждет заеду в аптеку потом сначала хотела ехать за подарком скользко ужас сначала хотела ехать за подарком но нет я сначала кстати смотрите во дворе я нигде такого не видела поставили пешеходный переход справа школа может быть поэтому и так я хотела ехать за подарком но передумала сначала я поеду к родителям зайду на почту потому что мне там чего-то пришло с москвы я не жду ничего может быть это какой-то приятный сюрприз вот и так за еду на почту потом к родителям а потом уже спокойно никуда не торопясь по магазинчикам что-то так плохо видно все по запотевала по бокам не буксовать лена не буксовать пропускаем людей пропускаем не стесняемся пешеходов надо пропускать в любых погодных условиях где так стать чтобы не застрять еще слева от ямка слева низенько мест нету ладно сейчас объеду здесь уже боюсь становиться потому что застрянет моя машинка такая басая тут гляньте везде сугробы сугробы лена куда-то упадешь все равно сидим встану может на площадке на стоянке до ехали кому на стояночку и тут в два ряда два ряда в два ряда ну и ладно и мы станем два ряда не я все-таки перепарковалась нашла дырочку залезла в нее все нормально лена на танке пенсионные рубит покупаю когда можно женщина покажет солите дни на баумана ехать тонком обратно спасибо вам огромное спасибо огромное женщине которая предложила свое пенсионное удостоверение вот честное слово я ведь даже бы и не догадалась совсем не догадалась бы попросить у кого-либо и поехала бы к папе взяла бы у него пенсионная и вернулась бы обратно в аптеку троллейбус походу еле поднялся стоял с аварийками я сначала не поняла думала авария нифига не мог подняться в горочку не чистили сегодня почему-то или чистили снова замело не все-таки чистили лена не наговаривай зря на людей не вздумай показать поворот мы едем прямо никаких поворотов а то иногда подъезжаешь к светофору он стоит стоит становишься сзади ну потому что всем прямо а ему оказывается налево и пережидаешь пока все проедут нет сегодня все молодцы мне все там сказали с москвы какой-то чего-то открыто вы меня узрели да я думала меня в окошко увидели дверь открыли все таки увидели мне знаешь чего мне не хотели со скидкой продавать лекарства твоего потому что я не пенсионер а это карточка то не работает которая социально это колено то по пенсионному и я уже собралась к тебе ехать за пенсионным а бабулька 1 говорит а давайте свое покажу а я думаю как все просто оказывается то вот и все она показала мне продали ну папина то дорогой ну за тысячу ну там скидка то хорошая которая с москвы сказали ничего нету вот это я получила а вот этого с москвы у них нету в компьютере она уже несколько дней лежит у вас да ну и часа посижу 700 грамм тем более да странно до 25 короче сейчас у вас побуду потом я позвоню расскажу что андрею на д.р. так андрею на д.р. это понятно это за лекарства это понятно ну вот как ты сказал до 1274 по моему да это на интернет и это вот так седай падай это наверное да колготы такие ну светленькие захотелось меня вот с этими с такими помнишь ты сегодня знала как это одевать а я захотела светлые тоже под что-нибудь что зима все черное полярная ночь будет хоть светлая вот это уже с утра готовила вчера воды не было приехали здесь рыба где-то здесь овощное ты это птичка от свинок голубя а это купила себе его мне так понравилось и не знаю папа если видел может видела может не видел такая удобная штука хоть для ниток хоть для инструментов я не знаю для чего вы будете придумывать ну я лекарства свои сложила классно не какая с отсеками все сажусь сейчас моя будет под лекарство все добрала ты Федьку снимал Федьку снимал последний раз как он ласточку делал ну я просто хочу себе скинуть да может Федю показать ну вставить немножко видео своё то Федю немало кто видит бесподобно ты скинь и она мне на флешку хотя бы немножко ну чё-нибудь а то Дуня Дуня это чё вы Федю не видит когда я его вижу он падёт встаёт только ласточка опять встаёт и опять комфортный а как он ласточка так вот ага ой кинокомедия тысячу нато гладить надо надо так папа на бананы кстати мне написали сообщение что банан поднимает настроение да да надо испытать потому что я про шоколадку рассказывала что Наташа мне подарила шоколадку которая поднимает настроение а мне написали банан тоже поднимает настроение так что у меня всё для хорошего настроения поэту идём к тебе пойдём к нему посмотрим это и заодно поглажу это кто Федя так громко или Дуня а Дунька вот это ты настоящая да 살�молоп sponsorship он откроется Папа пипси мы довольна бога ты довольна этой тёркой она хочет быть заказала на подарок в другой город она мне деньги отдаст и отправлю людям ну её знакомой т.е. она терла и картошку натерла и морковку и еще что-то натерла, да ладно. Все мамулькин. Спасибо доча. Пусть погупнула шеф. Поверни мёрдый утюг не к стеклу, а к стене. Я в тот раз кофту погладила, она унесла кофту, возвращается, серединка сзади не проглаженная, а я без этого, без пара. Я ее прогладила, такая берет кофту, зануда, да. Еще какая. Шлапку надвинула на глаза, меня обняла и тискала меня, и тискала, обнимала. То ли соскучилась, то ли что, бурял раньше с ней на бане, это потом, когда я встала. Ну, когда бабушка воспитывает, она не любит, конечно. Да. Вчера выпустила видео, ну, этот, Тайган зоопарк, я же ездила три года подряд, и там сейчас, ну, типа рейдерский захват, хотят его там вообще разбомбить и всякую там, ну, гадость на него этого, на директора, который создался. Это самый крупный парк в Европе. А где это? Это в Крыму. Это Тайган, огромный сафари-парк, там зоопарк, сказка, там просто огромная территория, тигры, львы, вот, очень хорошие. И там на него столько наговаривают, там столько грязи на него бьют, вот. Ну, а мужик такой грамотный вообще, молодец, даже без адвоката в суд ходит, вот, и выигрывает суды. И вот сегодня, 3 декабря, самый там решающий суд, вот, и там. Штрафы миллионами, по 500 тысяч штрафов за то, что там кусок мяса валяется, увидела какая-то, то ли кусок мяса, то ли что. Вы должны были убрать, это львы, это дикий зверь, не съедят, там ворон, вороны, вороны утащат. Увидела 500 тысяч за кусок мяса штраф. Просто его давят, его давят, а он, он платит, ну, куда деваться, ну, если уж совсем. Ну, за мясо он не заплатил, конечно, за это мясо, но даже такие глупые обвинения, чтобы не знать, к чему же придраться. И он сам, вот этот вот, где тигры дикие, он единственный, он к ним заходит, прям, где они живут, вот это вот, в саванне, он заходит, он общается, он сесть, он видит, он знает, к какому тигру нельзя подойти, ну, если он там злой, или если тигры едят, нельзя подойти. А так он когда-то спас вожака, вот это вот, раньше он не заходил к тиграм. И потом а тигры сдерутся, и вот его, на него напали, на этого вожака несколько тигров, напали, значит, и растерзали ему так же вот, что у него глубокая рана, и были видны наши кишки. Вот, и он его пожалел, он просто открыл клетку, ну, не клетку, ну, по минутку, как огромный двор. Зашел к нему, не побоялся, зашел к нему, взял то, что было под руками, это, ну, средства, там уже мухи, там уже личинки в этой ране, вот, все он обработал, это или, по-моему, с дихлофосом пшикал, убивал это все, обработал рану, все, а львы у них очень сильный иммунитет, они сами себя лечат, ну, когда вот такая огромная рана, то это невозможно вылечить, и он так интересно рассказывает, такой, я подхожу к нему, лечу, а он такой, мне, как будто он рассказывает, тигры просто рассказывают, жалуются, я дрался, меня, там меня кусали, я не могу, вот, это я ему лечу, он мне рассказывает, рассказывает, и потом он это все обработал, рана стала затягиваться, лев выжил, этот тигр, тигр выжил, и потом, когда он стал подниматься, он его, этого директора зоопарка, обвел всю территорию, встал и пошел вместе с ним, обвел по территории по своей, вот, и после этого все тигры приняли Олега Тубкова, этого директора, из-за своего, и они его не трогают, вообще не трогают, он заходит, он ходит, он гладит, он, это, у него есть тапок, он степает тапок и угрожает им тапками, если кто-то плохо себя ведет, так, видите тапок, и от этого тапка текает, и все там пишут волшебный тапок, ну, конечно, были там инциденты, шо, и ему приходилось себе убегать от льва, ну, никто его ни разу не царит, ну, вообще ничего такого не было, так интересно, я-то знала про это все, ну, про запад, но я никогда не вникала, я не ходила, ну, не смотрела видео, мне было достаточно того, что я сама своими глазами видела, а сейчас, когда вот это произошло, я смотрю видео, вот я узнала, как он стал этим вожаком, вот, и вот сейчас уже сменился этот, этот, ну, да, вожаки меняются в этом, в стае, ну, как бы, один старее, другой, сейчас уже другой чук, тигр, и он с этим чуком ходит тоже, и сидит, и разговаривает, и по зубе его хлопает, это, он ничего, рывкнет на него, ну, не со злости, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok